Вы когда-нибудь слышали о глиняной армии китайских воинов? Это уникальное археологическое открытие было сделано в 1970-е годы. Мир увидел более 8 тысяч погребенных в земле глиняных статуй воинов вокруг гробницы китайского императора. Есть мнение, что это были живые офицеры. Правда это или нет? Давайте узнаем. Терракотовая армия представляет собой коллекцию терракотовых скульптур, изображающих офицеров армии первого императора Китая Циньшу Хуанди. Император этот был достаточно жестким правителем. Он известен как объединитель Китая. При нем была построена новая столица в городе Сяньян. Пересмотрен порядок получения земель и титулов. Сурово подавлялось любое неповиновение. При нем же была создана единая сеть дорог, упразднены разродненные системы иероглифики покоренных территорий, введена единая денежная система, а также система мер и весов. Также при Цинь-Шихуанди шло строительство Великой Китайской Стены для защиты страны от кочевников с севера. Тем не менее, император был озабочен поиском эликсира бессмертия. Еще при его жизни началось строительство для него большой гробницы. В этом строительстве было задействовано 700 тысяч наемных рабочих. Место было выбрано не случайно. К северу от будущей гробницы находилась местность, богатая золотом, а к югу от нее – месторождение нефрита. С помощью ртути в гробнице было смоделировано 100 текущих рек, а потолок над ними был украшен небесными светилами. Для сопровождения императора в потустороннем мире и было создано многотысячное терракотовое войско. Фигуры различаются по высоте в зависимости от их социальных ролей. Самые высокие из них, конечно, генералы. Фигуры включают воинов, колесниц, лошадей. По оценкам 2007 года в процессе раскопок было найдено более 8 тысяч солдат, 130 колесниц с 520 лошадьми. Также были обнаружены и другие невоенные фигуры стерракота, в том числе чиновники, акробаты, силачи, музыканты. Лица почти всех статуй индивидуализированы. Их тела прежде были ярко окрашены. В конце 80-х годов 20 века терракотовая армия была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.